Привет, друзья! Я Артемий Троицкий, вы заглянули в мой живой уголок, где продолжается видеоэпопея бесконечная, ну, я надеюсь, увлекательная, под названием «Популярная советология». Как я уже сказал, приходит очень много вопросов, то есть буквально сотни комментариев и вопросов в каждой программе. Меня это очень радует, потому что, ну, естественно, это говорит о том, что вам не безинтересно и относитесь вы ко всему этому неравнодушно. Это хорошо. Многие комментарии хорошие, просто я, к сожалению, не могу зачитывать, потому что они длинные, тогда не хватит времени на ответы на вопросы, но имейте в виду, что я все читаю, все принимаю к сведению, и, может быть, когда-нибудь я даже напишу книгу на эту тему, и вот в эту книгу ваши комментарии со всеми никами обязательно войдут. В основном вопросы будут касаться чудесных школьных лет, ну и немного там еще чего-то, там типа общепита и так далее. Можно ли было жить в СССР совершенно без денег? Я думаю, совершенно без денег, если можно было жить, то только в сельской местности. И там на самом деле, значит, всякие дедушки и бабушки жили в своих избах, вокруг них имелись грядки, огороды, садочки и все такое прочее, где они выращивали много всего нужного, плюс, естественно, курицы, а у кого-то, может, там и поросята. В общем, они могли жить вообще без денег, тем более, что в сельской местности, в колхозах и так далее, там вообще была очень странная практически никакая система оплаты труда, трудодни так называемая. Поэтому, да, все полагались на личное хозяйство. Что касается до городской жизни, ну, причем, скажем так, активной городской жизни, тут я могу сослаться на собственный опыт, поскольку жил я в городе Москве, довольно много ездил, доходы у меня были не всегда иногда, то есть я подолгу не работал, вот, а когда работал, то зарплата у меня была типа 115-120 рублей, это очень мало. Когда я был студентом, то я помню, на первом курсе я еще получал стипендию в размере 40 рублей, а потом вообще перестал ее получать, поскольку был очень плохим студентом, вот, то есть как бы доходов у меня не было, кроме всяких черно-рыночных таких, фарцовых, и это были небольшие деньги, прямо скажу, я всегда был плохим бизнесменом и торгашом, в отличие от некоторых моих друзей. В принципе, можно было жить не то, чтобы совсем без денег, но очень задешево. У меня был один такой главный предмет, на который мне обязательно надо было деньги иметь. деньги в количестве 6 рублей. 6 рублей стоил проездной билет на все виды транспорта, то есть метро, автобус, троллейбус, трамвай. Вот за 6 рублей в месяц можно было кататься сколько угодно, и это было мне абсолютно необходимо, поскольку я вел в высшей степени активный образ жизни и колесил по всему городу в поисках приключений. Крайне дешевая жратва. Я уже говорил о том, что питался, когда у меня были деньги, я, естественно, питался в ресторанах, в первую очередь в ресторане Пекин, где роскошный обед из трех блюд стоил меньше 4 рублей. Когда не было денег, я питался в основном мороженым. Можно было жить за очень и очень небольшие деньги. Ну, то есть, я думаю, что рублей так за 30-40 в месяц, ну, это как раз размер студенческой стипендии, в принципе, можно было не особо шикарно, вот, но вполне себе не впроголодь существовать даже в городе Москве. Вот, а очень многие, соответственно, имели дачи, приусадебные участки, там тоже парники, огороды и так далее. Это было очень популярно и очень полезно. Поехали дальше. Опять же, про деньги. Бабушка на пенсию летала с Урала на Дальний Восток. Смотрите, значит, билеты из Москвы на Дальний Восток, скажем, самые дорогие, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, стоили где-то в районе 120-130 рублей. Я думаю, с Урала, если бабушка жила там где-нибудь в Челябинске или в Свердловске, ну, наверняка они стоили меньше, скажем, где-нибудь там 70 рублей. Ну, в общем-то, ей для того, чтобы купить билет, причем, заметьте, в одну сторону, надо было бы выложить всю свою месячную пенсию. По-видимому, у бабушки были какие-то дополнительные источники дохода, если она спокойно летала на самолете с Урала на Дальний Восток. Но, в принципе, теоретически это было возможно. Было ли я знаком с Владимиром Буковским и как отношусь к его деятельности? Нет, я не был знаком с Владимиром Буковским, хотя, естественно, я, в принципе, был знаком с некоторыми другими диссидентами, но не с Буковским, просто потому, что в диссидентские круги я стал вхож уже где-то в самом конце 70-х годов, когда Буковский уже жил в Великобритании. Но я прекрасно помню популярный стишок «Обменяли хулигана на Луиса Карвалана. На кого бы, ебен, мать, нам и Леню поменять?» Ну, Леня имелся в виду Брежнев, Луис Карвалан – это был первый секретарь коммунистической партии Чили, а хулиган – это как раз Владимир Буковский. При том, что я его лично не знал, но, в общем-то, я, конечно, имею представление о его деятельности, и она вызывает… Ну, я бы сказал так, что человеческие качества Буковского вызывают у меня несомненное уважение, то есть он очень-очень крутой чувак, что называется. Крутой, последовательный, смелый, бескомпромиссный и так далее. Это все просто замечательно. Касательно его политических взглядов я знаю меньше, но думаю, что, по крайней мере, многие его воззрения политические я тоже разделял, хотя таким вот упертым антикоммунистом никогда не был. И деятельность его мне представляется тоже такой авантюрной и интересной. Он же хотел выдвигаться в президенты Российской Федерации даже. Ну, в общем, молодец, такой настоящий политический боец. Тогда было несколько таких вот – Буковский, Натан Щаранский и так далее. Такие ребята на самом деле, конечно, были бесстрашные. В этом смысле абсолютный и полнейший респект. На Урале Dire Straits стоили 150 рублей. Что-то я сильно сомневаюсь. В общем-то, пластиночный рынок московско-ленинградский я знал очень хорошо. Я могу точно сказать, что небывалые, ну, никогда не продавались в Москве, значит, западные альбомы, в том числе и совершенно новые запечатанные, из самых популярнейших, суперпопулярных групп, дороже 80 рублей. Чтобы альбом Dire Straits стоил 150 рублей, на Урале что-то у меня это вызывает легкие сомнения. Ну, то есть, конечно, в провинцию контрабандные альбомы еще надо было доставить, поэтому, конечно, они там стоили дороже. На этом, собственно, и зиждилась там вся эта фарцовка, перепродажи и так далее. Вот. Дороже, но не настолько. Может быть, 100 рублей, но это максимум, как мне кажется. Ну, или, может быть, на Урале существовал какой-то особый культ группы Dire Straits. Во что мне верится с трудом. По поводу нашего прошлого эпизода популярной советологии пишут, что растили детей интернационалистами. Да, в общем-то, растили детей интернационалистами. И, в общем-то, ну, вообще, я бы так сказал, что в отличие от теперешнего путинского средневековья, у советских людей, особенно у молодежи, был большой интерес и большая симпатия к тому, что происходило за границей. У кого-то эта симпатия была основана, там, скажем, на солидарности с народом Чили. У кого-то эта симпатия была основана на любви к американской и британской музыке и так далее. Но, в общем-то, людям за границей была интересна. Из-за этого, скажем, были популярнейшие телепередачи, там, такие типа «Международная панорама», которая была вся посвящена, значит, жизни за границей. Или суперпопулярный журнал «Ровесник», в котором я начал печататься, где тоже весь журнал был только о жизни молодежи за границей. Это интересовало людей, не было в них никакого вот этого высокомерия, «Дону», там, «Гнилая за границей» и так далее. Никто не верил вот этой вот гнилой, на самом деле, советской пропаганде о том, как там все плохо живется. Вот. Так что, да, в общем-то, детей растили интернационалистами. Ну, а что из них получилось, это уже все заслуги последующих десятилетий. Тема, как ты сотрудничал с КГБ, расскажи. Вот это будет фурор. Расскажу обязательно, у нас будет насчет КГБ, отдельное заседание популярной советологии. Все расскажу. Во внутренней эмиграции не было такого выражения. И, значит, на самом деле, вот я вот стал вспоминать скрести репу, я не помню, чтобы, ну, во всяком случае, чтобы было популярным вот такое вот словосочетание во внутренней эмиграции. Нет, естественно, но на государственном уровне тех людей, которые находились во внутренней эмиграции, вроде меня, например, вот я вот типичный пример, человек, который жил в СССР во внутренней эмиграции. То есть телесно я находился в СССР, но при этом я не смотрел советского телевидения, вообще не смотрел. И тут спасибо большое моим родителям, они тоже его не смотрели. Я не смотрел этот телек ядовитый, вот, я практически не слушал советскую музыку. Ну, то есть я ее слышал, но потому что от нее деваться было некуда, потому что я прихожу из школы домой, работает радиоточка, мама слушает радио, а там идет программа в рабочий полдень, и там гоняют всякие советские хиты. Культурно, ментально я находился отнюдь не в Советском Союзе, а находился в Англии, Америке, Германии, Японии, где угодно, где была моя любимая музыка, мои любимые фильмы, моя любимая живопись. Ну, и таких, как я называли, там, плесень, отщепенец, низкопоклонник и все такое. Выражения, скажем, внутренние иммигранты или вот такого, нет, не было. Мы сами себя тоже так не называли, насколько я помню. Так что вы правы. Вот что касается до песни Вася Обломова во внутренней иммиграции, знаю я прекрасно эту песню, и песня, надо сказать, очень хорошая, прекрасная песня Вася Обломова. Я вообще поклонник таланта Вася Обломова. Ну, тут довольно странное утверждение, что тоталитарный режим существовал только в Москве и Ленинграде, а в провинции не было тоталитаризма, там людей не хватало, и, в общем-то, и все было намного либеральнее. Я бы не сказал. У меня таких впечатлений не сложилось от жизни в СССР, тем более, что я много ездил и на Запад, и на Восток, и на Север, и на Юг. В Балтийских, так называемых, Прибалтийских республиках, там на самом деле было немного либеральнее, и особенно в Эстонии, спасибо финскому телевидению. Но вообще в российской провинции, в советской провинции, извините, в то время, при всей ее неоднородности, я уже говорил о том, что, в общем-то, Советский Союз не был таким вот абсолютно монолитным государством, и образ жизни, условно говоря, в Грузии отличался от образа жизни в Сибири, а образ жизни в Литве отличался от образа жизни в Москве. Тем не менее, я бы не сказал, что эта разница была принципиальна, она была только в мелочах. Вот пишет человек, что он самореализовывался в Советском Союзе через техническое творчество, то есть, там, собирал какие-то модели, или занимался спортом, там, каким-нибудь картингом, там, то, сё и так далее. Да, это тоже был способ такой внутренней эмиграции, может быть, не настолько злостный, скажем, вот, как мой, да, потому что я все-таки был таким гуманитарным и культурным западником. Вот, а тут просто очень-очень многие ребята, и я знал таких, скажем, я знал радиолюбителей, таких фанатичных, которые собирали там какие-то радиоприемники, а часть это, конечно, было связано и с тем, что они тоже хотели слушать «Вражи голоса» и западную музыку, но у них все-таки на первом плане была техническая сторона дела. И вот они вот были полностью погружены, чтобы не видеть вот всей этой тягомотины тоскливой советской, вот они находили себе какие-то такие вот интересные занятия, в том числе и техническое творчество. Это было очень популярно, были журналы на эту тему, там «Радиолюбитель», «Техника молодежи» и прочее, и прочее. И эти журналы тоже пользовались большим спросом. Тот в комментариях пишет, что вот, что вот были полные прилавки, перечисляют там длинный перечень продуктов, которые можно было купить в магазинах. В этом перечне, может быть, он выглядит внушительно, там 40 наименований, да? Но надо сказать, что эти 40 наименований – это ничто по сравнению с тысячами наименований, которые имеются сейчас в любом супермаркете, в том числе и в российском. То есть, да, там может быть печенье такое-то, печенье сякое-то, вафли такие-то, вафли сякие-то. И это уже, да, уже такой довольно большой список. Там еще конфет, 20 разных разновидностей. Но это, на самом деле, конечно, фигня. Все равно прилавки, в общем-то, были более чем скудные, а чаще всего и просто пустые. Тут пишет человек, да, полные прилавки – это байки. Спасала нас только бабка, которая жила в деревне, ну и, соответственно, снабжала мясом, овощами, самодельными молочными продуктами и так далее. Вот, поскольку вот были все эти приусадебные участки, шесть суток, огороды парники и все такое прочее. И дополняет этот комментарий еще один, как раз про деревню. В деревне можно было купить, и это абсолютно точно, потому что в деревне я бывал, поскольку и в бытность свою студентам, и затем в бытность свою младшим научным сотрудникам Института истории и искусств, я часто ездил в деревню на сельхозработы. В этом институте, я, кстати, был самым младшим сотрудником, поэтому, чем посылать всяких докторов и кандидатов, они все время посылали меня. Я там проводил много времени, я помню, и по Савеловской дороге, и по Ленинградской дороге, до сих пор некоторое название, помню, Вербилки, например. Платформы Вербилки, и там какой-то совхоз, и там, значит, я две недели в ватнике, в сапогах до колена, и так далее, месил грязь. И, естественно, заходил в эти самые сельпо, в сельские магазины. Вот тут перечисляется, что в деревне можно было купить. Муку, соль, сахар, спички и алкоголь. В общем-то, да, может быть, что-то еще, еще два-три наименования, и все, и хватит. Больше ничего там не продавалось. Указали мне на одну ошибку мою-то. То есть, не ошибку, а упущение. Я ничего не сказал о рынках. Дело в том, что во всех советских, во всяком случае, крупных городах, помимо магазинов, были еще рынки. И это был такой намек, скажем так, на какое-то частное предпринимательство. На рынках торговали колхозы, торговали какие-то отдельные люди, которые выращивали всякое съестное и так далее. Рынков было много. В Москве, я думаю, их было штук 20. То есть, по крайней мере, из Черемуши, где я жил, можно было спокойно на троллейбусе доехать до двух рынков, до Москворецкого и до Черемушкинского. И там продавалось, на самом деле, почти все. Ну, только жратва. То есть, там продавалось мясо, причем хорошее мясо. Там продавались всякие фрукты, овощи. Много там торговали, естественно, кавказские люди, грузины, азербайджанцы, армяне. В общем-то, это, конечно, в значительной степени решало проблему насыщения холодильника. Большое «но» тут было только одно. На рынке все стоило в несколько раз дороже, чем в магазинах. То есть, условно говоря, килограмм мяса дурноватого качества в магазине стоил примерно где-то 2 рубля 40 копеек. На рынке килограмм мяса лучшего качества стоил где-то минимум десятку. То есть, сами видите, где-то в 4 раза дороже. Может быть, что-то там в 3 раза дороже, а что-то в 5 раз дороже и так далее. В общем, на рынках, на самом деле, можно было затариваться только таким достаточно обеспеченным людям или не слишком обеспеченным, но, скажем, один раз в месяц. То есть, чтобы там что-нибудь отметить, какое-нибудь событие, день рождения. Ну и пошел, значит, на рынок, обошел прилавки. Да, на рынках еще можно было торговаться, естественно, с продавцами. Так что, да, рынки – это была такая отдушина, если говорить о продовольственном снабжении. Но, повторяю, далеко не все, даже, я думаю, большинство, просто не имело финансовых возможностей для того, чтобы рынками пользоваться. Были ли в Советском Союзе пивные автоматы? Кто-то слышал, что были. Отвечаю ответственно. Не было в Советском Союзе пивных автоматов. Не было. Пиво продавали или в ларьках, или изредка, в основном, в каких-то южных штатах, то есть областях, из таких бочек, наподобие того, как продавали квас, а также продавали иногда во всяких там Крымах, Сочах и так далее, разливное вино. Но автоматов, то есть ты бросаешь, условно говоря, 20 копеек монетку, и тебе, значит, в стакан льется пиво, нет, такого не было. Такое бывало только с минеральной водой, за 3 копейки с сиропом, за 1 копейку без сиропа. Вот такие автоматы стояли в Советском Союзе на каждом углу, и надо сказать, что я ими регулярно пользовался. Вот обычно пил воду с сиропом. Счастливо! Меня зовут Артемий Троицкий. Это были вопросы и ответы программы «Популярная советология». В следующий раз у нас будет, я уже не помню что, но думаю, что тоже будет довольно забавно. Всем счастливо! Не болейте, не скучайте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова